Игромания представляет Как хороша и с чем плоха FIFA 15 В первую очередь потому, что многие люди, которые появляются в обсуждениях на нашем же сайте, например, на игромании.ру Они любят говорить о том, что, ребята, зачем вы делаете мнение, зачем вы пишете рецензию на игру, которая каждый год одна и та же, которая не меняется И, ну, знаете, это не правда, это не так Каждая FIFA, она чем-то, да, отличается от предыдущей И как в этом случае, в случае с FIFA 15, отличия действительно существенные И к тому же я вообще расскажу о том, чем же, на мой взгляд, хороша FIFA в целом, как серия В разрезе, возможно, того, что параллельно существует серия Prolition Soccer от Konami Итак, поехали! Прежде всего, в FIFA очень много режимов Вам могут нравиться товарищеские матчи с друзьями Вы можете захотеть поиграть в онлайновые сезоны Может быть, вы хотите карьеру за менеджера, где нужно постоянно читать почту, покупать новых игроков, нанимать скаутов Заниматься персоналом, заниматься стадионом, определять цену билетов и так далее, и так далее, и так далее Ну, если вам на работе не хватает менеджмента Вы можете поиграть в режиме, который я по привычке называю биопро Здесь суть в том, что вы выбираете одного конкретного игрока Можно знаменитого какого-то уже состоявшегося спортсмена Или вы создаете нового С уникальной внешностью, с уникальным именем Можете создать своего соседа Никиту Афанасьевича и играть за него Так вот, вы выбираете одного игрока и каждый матч проводите только им Вы открываетесь, вы самостоятельно бросаетесь в защиту, в нападение Вы забиваете голы, вы ошибаетесь, вы пропускаете мяч, вы не забиваете Соответственно, каждый матч у вас устраивается рейтинг Каждое успешное действие, оно чуть-чуть добавляет вам очков Каждое неудачное, наоборот, понижает ваш рейтинг И за счет этого вы прогрессируете, вы либо деаградируете, возможно И попадаете в более крутые клубы, в другие дивизионы и так далее, и так далее На мой взгляд, это один из самых крутых режимов Далее, если вам не хочется, например, проходить карьеру за какого-то игрока Вы можете обратиться к тренировкам В F-15, на мой взгляд, они очень крутые Это продолжение идеи F-14 И здесь столько всего, что просто голова идет кругом Я лично позавчера буквально провел всю ночь до утра только за тренировками Например, тренировка за вратаря Вы встаете на воротах, соответственно, в раме у вас куча картонных коробочек И на поле расставлена куча-куча автоматов, которые стреляют мячами И вы, управляя правым стиком, должны бросаться на них, отбивать, прыгать к штанге И выглядит это все очень круто Вратарь очень классно управляется Вы чувствуете прям каждое его движение И главное, что все это интуитивно Действительно, вратарь ощущается чуть ли не кончиками пальцев Это очень здорово Продолжая разговор о том, что же есть в FIFA Нельзя не упомянуть богатый саундтрек Нельзя не упомянуть возможность выбрать какой-то любимый клуб И ваша каждая игра буквально будет отражаться на его результатах Нельзя не упомянуть постоянно обновляющиеся составы команд В общем, в игре действительно очень много контента Которое, как я уже помню, постоянно обновляется И на самом деле за те деньги, которые просит Electronic Arts за игру Вы, а я рассчитываю, что вы фанат футбола Вы получаете действительно много всего И говорить о том, что это та же самая игра, я бы все-таки не стал Потому что действительно на уведение достаточно Как там говорил Саша в своем видео-мнении Переработанная система дриблинга Вот действительно больше контроля И это очень здорово ощущается, когда вы играете там, понятно Крутыми игроками, вроде, не знаю, Месси, Агуэра, там, Ибрагимовича Вы действительно ощущаете, не знаю, через стик Чуть или не каждое движение ноги футболиста Вы можете сделать все, что угодно Вы контролируете его скорость, его разгон, его остановку Не знаю, там, ведение мяча, его обработку мяча после навесов И каждый раз, когда ты получаешь из своей руки Точнее, из своего управления какого-нибудь игрока классом хуже Ты понимаешь, насколько меньше у тебя инструментов для обработки И это действительно здорово В F14 все-таки дриблинг был более деревянным И я очень рад, что электронные карты пошли вот по этому пути усложнения FIFA продолжает становиться медленнее И, возможно, кто-нибудь посчитает это минусом Но, на мой взгляд, стало только интереснее И я надеюсь, что FIFA и дальше будет становиться чуть-чуть реалистичнее Не сразу там будет уровень такой, что ты будешь за голову хвататься Как же так, как в это играть А чтобы по чуть-чуть оно становилось сложнее и интереснее И, там, даст бог, там, не знаю, в году 2025 У нас будет вообще FIFA от первого лица В который надо будет играть, там, сокол с рифтом И с супер реалистичной графикой Ну и, наконец, мы подошли к главному режиму Это FIFA Ultimate Team Он очень популярен И, если мне не изменяет память FIFA 14 стала первой частью серии В которой режим Ultimate Team Принес электронные карты больше денег, чем непосредственно сама игра Дело в том, что он подразумевает наличие внутренней валюты Которую можно зарабатывать как в матчах, так и покупать на свои деньги Вам придется постоянно продавать игроков, покупать новых Стараться лидить за тем, чтобы вы никогда не теряли при этом выгоды Тут очень жесткий, на самом деле, трансферный рынок У которого есть свои законы Есть свой спрос, есть свое предложение Все как в жизни К тому же вам нужно выиграть в матчах То есть, если вы купили себе крутой состав И при этом продолжаете, так скажем, нагибаться в играх То ни о каком крутом составе Ни о каком Ибрагимовиче, который стоит сумасшедших денег И мечтать не стоит Ну и напоследок О небольших новых денег, которые в первую очередь визуальные Про графику, надо сказать На мой взгляд, стало гораздо лучше освещение То есть, если играть вечером и во время дождя То картинка очень-очень крутая Можно увидеть каждый волосок на лице футболиста Можно увидеть каждую травинку Форма наконец-то намокает, пачкается На траве появляются борозды И все это выглядит довольно здорово Хотя, на мой взгляд, при дневном освещении Почему-то многие игроки кажутся не живыми людьми, а какими-то там привидениями Кожа очень белесая Чуть ли не просвечивает И текстуры кажутся такими, знаете, мутными, бледными Хотя это не так Это просто освещение вот такое Я очень долго рассминался в этом видео Мнение о том, почему я люблю фифу И про замечательный режим Ultimate Team сказал И про богатство контента Но при этом меня очень расстроила техническая сторона Вот в Ultimate Team В одном матче из трех у меня постоянно какие-то тормоза Постоянно вылетает соперник И вот это несколько расстраивает Подозреваю, что проблема все-таки в серверах Electronic Arts Тем не менее, это все-таки небольшая ложечка дегтя Ну, лаги И, как правильно отметил Саша Интерфейс, который мне тоже не очень нравится Он плиточкоподобный, какой-то плиткообразный Даже не знаю, как его назвать пообиднее Напоминает сразу и интерфейс Xbox One и Windows 8 Который тоже похожий Я его нахожу совсем неудобным Так вот, да, есть тормоза Есть не очень удобный интерфейс Но при этом сама игра стала еще лучше Она до сих пор очень классная, очень глубокая И как поклонник виртуального футбола Я просто обязан ее посоветовать Каждому человеку, кто любит Смотреть футбол, как по телевизору Так и поиграть в него В реальной, либо в виртуальной жизни Моя оценка FIFA 15 8,5 баллов Отличное продолжение, отличной игры Поиграйте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok